В принципе, мы как бы умеем и лут сделать двойной, и все остальное. Кто-нибудь делает такси два с половиной? Начинаем. С вопроса возможности ребят выполнять разные элементы. Начинается знакомство олимпийского чемпиона с начинающими фигуристами. 20 ребят из Орловской и Новочеркасской области катаются по-разному. Кто-то уже с легкостью крутит тулупы, а некоторым еще предстоит освоить пистолет. Уделить внимание каждому за 40 минут Алексей Урманов, естественно, не может. Тем не менее, тренеры видят в таком мастер-классе необходимый для ребят опыт. Команда из Орла, например, сейчас готовится к межрегиональным соревнованиям. Вот этот мастер-класс, говорится, будет им на пользу. Они будут смотреть, учиться, то есть будут подсказки, как вести себя на льду, как толкаться. Ну, это, говорится, все на пользу. Выполнять прыжки, шаги, вращения, крюки и другие несложные элементы эти фигуристы уже могут. Но зоркие глаза заслуженного мастера спорта России и тренера Алексея Урманова все же улавливают некоторые ошибки начинающих спортсменов. После каждой прокатки элемента легендарный фигурист подробно разъясняет ребятам и их тренерам о недочетах и возможностях их преодоления. Конечно же, мы с оптимизмом смотрим в будущее и абсолютно не исключаем той возможности, что кто-то из детей, который пройдет в какой-то момент детский спортивно-оздоровительный лагерь здесь, в Сочи, потому что здесь созданы для этого все условия, в итоге станет, не побоимся, олимпийским чемпионом, потому что мы в столице Олимпийских игр. В Сочи Алексей Урманов приезжает довольно часто. Последний раз фигурист был здесь в ноябре на чемпионате России и также проводил мастер-класс для юных спортсменов. Задать интересный вопрос олимпийскому чемпиону 1994 года ребята смогли в конференц-зале. Юные спортсмены узнали, какие трудности преодолевал Урманов, кто был его первым тренером и что испытывал фигурист, выходя каждый раз на лед. В завершении встречи ребята смогли сфотографироваться с Алексеем и получить автограф. Следующий мастер-класс Урманов проведет 20 января. С фигуристом встретятся две другие команды фигуристов, находящиеся на смене во Всероссийском детском спортивно-оздоровительном центре. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.